Известный мэтр от мира моды, коллекционер и шоумен Александр Васильев провел лекции в Ульяновске. Несколько дней увлеченные историей костюма ульяновцы разбирали стиль известных персон и узнавали интересные факты о фэшн-индустрии. Становление стиля певицы Мадонны – от панк-рокерского гранжа до образа гламурной дивы. Факты из биографии принцессы Дианы, платье мести для супруга, редкие сапфиры и бриллианты британской короны и, конечно же, роковые события. Васильев будто лично знакомый с каждой из звезд, погрузил публику в мировую историю моды. Маэстро открыл секрет вдохновения для начинающих дизайнеров. «Читать мои книги, я написал 25, ходить на мои выставки и слушать мои конференции. Вскоре в Самаре пройдут поволжский сезон Александра Васильева. Это два часа от вас. Они будут 8 и 9 октября». Моду диктуют и негативные мировые события. Пандемия коронавируса заметно отпечаталась на стилевой картине человечества. Известные люкс-бренды выпускают маски и продают их за баснословные деньги. Сейчас, впрочем, как и всегда, высоко ценится ручная работа и эксклюзив. «Все тренды, которые были до пандемии, они просто усилились, и мы это очень четко видим. Теперь в моде исламизм, модно ручной труд. Это наша особая тяга к ремеслу, которая существует сейчас. Особенно у российских дизайнеров она действительно будет в тренде и в моде. Поэтому продолжаем в этом стиле развиваться. Осознанное потребление. Такой стиль немного неряшливый, который гранж». Научно-популярная лекция о мировой истории моды пришлась по вкусу ульяновским селебрити. «Посмотрите, какое количество элегантных людей, тянущихся к миру. Моды присутствовало здесь. Какая интересная реакция, какие вопросы. Ну а тот материал, который подобрал Александр Александрович Васильев, он просто потрясающий. Он нужен каждому и мужчине, и женщине, и ребенку для того, чтобы быть в тренде». Вечер завершился модным показом от молодых ульяновских дизайнеров. Многие из них отправятся со своими коллекциями на поволжские сезоны Александра Васильева. Виктория Черкова, Данил Сурков, Уллправда ТВ.